Люди веками используют различные направления йоги для поддержания здоровья. Регулярные занятия полезны в любом возрасте, если соблюдать меры предосторожности и учитывать индивидуальные противопоказания, считают специалисты. Ха и Тха – солнце и луна. Практика хатха-йоги направлена на то, чтобы соединить, объединить или сбалансировать эти две энергии для здоровья ума и тела. Никаких сложных асан, мягкое растяжение, расслабление тела. Начинаем с дыхательной практики, где как раз устанавливаем спокойствие внутри. Пропрепляем сначала установить спокойствие, расслабленность, и потом мягкие упражнения на растяжку, в том числе и на укрепление практически всех группы мышц в теле. За каждое занятие мы прорабатываем. Асаны хатха-йоги помогают укрепить основные мышцы живота, боков, таза и спины, сохранить подвижность суставов, улучшить координацию, снять стресс, снизить нагрузку на нервную систему. Занятия йогой проходят в парке Зернова каждую среду в 15 часов. Принять участие в тренировке может любой желающий. Ограничений по возрасту здесь нет, рассказала Вероника Толпанова. Йогой я давно занимаюсь, года два-три. Не слышала, что здесь йога проходит. Буквально на днях увидела пост в ВК и решила попробовать здесь, как это проходит. А в парке хорошо вообще в этом году, какие-то мероприятия проводят для детей, для взрослых. Раньше, конечно, такого не было, чтобы вспомнить у себя в детстве. Пустота. А в конце занятий выполняет комплекс тибетских монахов. Здесь две составляющие. За пять повторений и пяти упражнений участники прорабатывают все группы мышц, а также загадывают желания. Подобная практика помогает вернуть веру в мечту, которую многие теряют в современном мире. Желания загадываются. В нашем современном мире, к сожалению, многие потратили свойства мечтать, желать. Поэтому мы это все запускаем в себе, учимся, учимся мечтать, желать именно свои внутренние, искренние желания от себя.